Дети страдают и на дорогах всего за неделю. В областном центре Иркутском районе в ДТП получили различные травмы семь несовершеннолетних в возрасте от 5 месяцев до 17 лет. Большинство аварий произошло по вине взрослых. Они превышали скорость, не соблюдали безопасную дистанцию, игнорировали сигналы светофора. Стоит признать, что даже парковаться правильно жители Прибайкалья хотят далеко не всегда. При этом в Росстандарте задумались над сокращением габаритов машиномест. Наша съемочная группа решила узнать, готовы ли иркутяне к таким переменам. Смотрим рубрику «АвтоХам». Парковать машины только вдоль тротуара. Такое правило на улице Карла Маркса в Иркутске действует уже 5 лет. Владелец этого ленд-крузера либо очень спешил и припарковался по старинке елочкой, либо его просто не волнует удобство остальных участников движения. Как и шофер этой «Тойоты Филдер», который решил встать не так, как все, попутно перегородив половину дорожной полосы. Для многих такой стиль парковки остается самым комфортным. Ну, елочная была, конечно, удобнее для стоять. Но то, что проезжую часть больше перекрывается. А так-то и выезжать удобно, когда елочкой стоит. Но, не знаю, у специалистов свои там мнения. Прямо сейчас специалисты комитета при Росстандарте решают судьбу парковок всей страны. На сегодняшний день габариты машины места составляют 5,3 на 2,5 метра. Длину планируют урезать на полметра, а ширину на 30 сантиметров. Изменятся и габариты выезда для разных видов парковки. По предварительным нас стандартам размеры будут зависеть от того, под каким углом парковочное место располагается по отношению к проезжей части. Если оно находится вдоль дороги, то тогда ширина выезда будет составлять 2 метра. При этом длина останется такой же, как и была, 5,5 метров. Но она сократится до 5 метров, если парковочное место располагается под углом 45, 60, либо 90 градусов. К изменениям пока не готова Раиса Шпортко. Хоть за рулем автомобиля она уже 7 лет. Сейчас ездит на Ниссан-центра. Длина машины 4,6 метра. Однако девушка признается, что хоть и привыкла к габаритам своей ласточки, парковаться на бульваре Гагарина всегда тяжело. Если я, например, с той полосы еду, то вот сюда, ну вот как? Никак уже. При изменениях сложно будет. Ну мне, по крайней мере, я же девочка. Мальчикам парковаться, наверное, все равно как. Это одна из таких улиц, да. Где действительно очень сложно машину оставить. Прямо да. Особенно если какое-то проходит мероприятие, приходится делать несколько кругов, чтобы оставить машину. Здесь, да, прямо проблемное место. Нововведения планируют утвердить уже в ноябре. Сейчас подготавливают необходимые инструкции для регионов. Изменения должны помочь справиться с дорожным трафиком и заторами. Впрочем, для этого прежде всего самим водителям неплохо было бы лучше изучать правила парковки и быть внимательнее друг к другу. Олег Федоров, Алексей Бондаренко. Новости по будням.